Итак, начинаем с разрушительного урагана в столичном регионе. Громовые раскаты, сверкание молний, стена дождя и штормовой ветер. Стихия ударила поздно вечером, совершенно неожиданно. И было уже не до сна тем, кто не успел закрыть окна. Приходилось вычерпывать воду с залитых подоконников и балконов и успокаивать перепуганных детей. За ночь в Москве повалено более тысячи деревьев, повреждено свыше 120 машин. Поломанные дорожные знаки и светофоры образовались подтопления. И не обошлось без жертв. По данным областного Минздрава, погиб житель Русского района, еще 17 человек госпитализированы. В самой столице пострадавших 9, причем двое из них в состоянии средней тяжести после удара молнии. Наш корреспондент Евгений Лямин дождался окончания грозы и тут же выехал на городские улицы. Огромный корень старого тополя. Осили ветра можно судить именно по этому дереву. Его с корнем вырвало и повалило во дворе. Вот огромный ствол. Ветки упали на автомобили. Завалило порядка пяти машин. Сквозь деревья здесь в прямом смысле слова приходится пробираться, как в джунглях. И так выглядят несколько дворов подряд. Деревья здесь словно скосило. К примеру, к этому дому к подъезду не то, что подъехать. Подойти невозможно. Кругом лежат деревья. А это старое общежитие от ветра, можно сказать, пострадало дважды. Сначала с крыши сдуло железные листы кровли, потом вокруг стали падать деревья. А дно прямо на крышу пробило. Стряхнуло здание, естественно. Ребенок выскочил, говорит, мам, там цветок упал. Я пошла, хотела цветок поднять сюда. Взяла зонтик, потому что по-другому пройти нельзя было. Все лилось просто отсюда. Пока был дождь, жильцы не спали. Таскали тазики с водой. Свет сейчас не включают. Боятся короткого замыкания. Это и ночью правда, что все ветром сдуло. Вот тополя, как стояли, вряд так и упали. Их ветки оборвали провода, которые преградили дорогу водителям. Приходилось объезжать по тротуару. Уличное освещение исчезало то тут, то там. Сигнализации машин будили владельцев. Одни срабатывали от дождя, града и ветра. Другие от ударов стволов и веток. Машина не застрахована. Я не знаю, что теперь делать. А что, сильно повреждена? Ну, крышу, не знаю, окно выбито. Дерево, оно уже как бы давно склонялось, скажем так. Но почему-то никто этим не был задачен. Всякий раз, когда я здесь парковала машину, я думала о том, что, ну, может быть, пронесет на этот раз. Гроза, гром и молнии засверкали накануне поздно вечером. Сильнейший ливень, местами град. Из-за непогоды в столичных аэропортах были задержаны почти 30 рейсов. Порывы ветра были такие, что ломали бетонные столбы, гнули железные трубы, валили на землю светофоры, дорожные знаки. Там, где ливневые стоки с осадками не справлялись, вода или спускалась в переходы и метро, или превращала дороги в настоящее водохранилище. Водители с опаской, но ехали. Правда, выезжали не все. Моя машина застряла. Теперь неизвестно, какая у нее поломка. Говорят, что у меня перегрев мотора. Вот вызвала службу. Сейчас ее эвакуируют. Кто мне будет компенсировать мои затраты? Да я выехала, и машина заглохла. Гидроудар под капотом сухого места не найти. Он был последним, кто успел проскочить. Точнее, попытался проехать вот эту лужу под мостом на Никитском. Уже после дорогу перекрыли рабочие, чтобы откачивать воду. Водителям автобусов, пассажиров последнего рейса вечером пришлось высадить. Из-за дождя конечное здесь, на повороте. Сколько глубина-то? Сеть. По пояс, да? Да. Прочищать ливневые стоки так на ощупь вручную бесполезно. Вода быстро не уйдет. Колодец метра три, вот, в колонне, вот, в воде. Сейчас бы не успел. И наверх качать. Насос в лужу, рукав наверх, на Новый Арбат, прямо в колодец. Такой вот круговорот воды. Разгул стихии работы прибавил всем. Дорожным службам, коммунальщикам. Да, мы постараемся. К утру, чтобы люди были, чтобы могли идти на работу свободно. Чтобы успеть к утру, здесь, во дворах, ночью рабочим приходилось расчищать только по одной полосе, чтобы можно было пройти или проехать. Иначе, говорят, к рассвету не успеть. Генеральная уборка города, судя по всему, будет вестись весь день. И только те, кто лег накануне пораньше и не проснулся от грома, поутру искренне удивлялись, видя разбитые остановки, дорожные знаки на асфальте, поваленные деревья и машины под ними. Евгений Лямин, Наталья Стойнова, Первый канал.